и снова здравствуй stalker с вами стал лучше и вы на канале стэн лавши какая-то бельверна да ладно в общем купил я все-таки экзоскелет военных который самый крутой надеюсь вы просмотрели видео о том где его купить если не знаете то его можно купить химчистки на втором этаже и теперь я собираюсь его прокачать ну что ж погнали единственный способ выбраться из припяти так как гарика уже нету химчистки это снова идти через путепровод на юпитер что есть сейчас и сделаю что уж погнали и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сноурки также... Здесь... Немеренное количество... Тушканы... По-моему, он даже когда-то псевдогиганта встретил... Так что ушки на макушке... Как говорил один сталкер... Продолжение следует... Мы здесь сталкер все время... Скорозусом... Болимся... Продолжение следует... Хорошо, что он... И он не успел... Полупоко присосаться... Продолжение следует... 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 Ну, а где вы там все? Странно. А вот и Химера. Я же говорил. Ух ты что? Ну-ка, отстань. Что, их даже нету ни лапы, ни когтей, ни щупальцев? Ничего нету? Жлобяра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот и все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Итак, после путевопровода я уже на заводе Юпитер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо перекусить срочно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Воды попить. И можно продолжать наш путь к технику, чтобы прокачать наш экзоскелет от вояка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как всегда срваки. Играет музыка. Холесты что-то не падают с них, странно. Так, а что я пешкодравой вот это вот хожу, если у меня есть вот такая чудесная штука? И я могу сразу же очутиться в ломкере. Опа! Прекрасно. Совсем забыл про телепорт. И вот наш Новиков. Нам сейчас сделают апгрейд. Ха-ха-ха. Не делает такую модификацию. Вы представляете, насколько я заблуждался. Единственное, что он может сделать, это технологическое укрепление брони. А вот и все. Облом. Облом. Ну что ж, хоть что-то. Зато оружие не надо ремонтировать со всякими запчастями. Ходить туда-сюда, искать эти запчасти. Ладненько. Ну что ж, погнали тогда к азоту. Так, ну что ж, я приперся к азоту. Только вот детали у меня ноль. Сейчас посмотрим. Может он будет милосерден. Нужны детали? Да, конечно, размечтался. Ясно. Детали, говоришь. Ну. Что он? У меня есть там кое-чего. Завалялось, как говорится. Так, это я пока все выложу. Выложу, чтобы он у меня не затягивал много веса. И возьму с собой всякую ерунду. А что это у меня уже два? Да, два рассветовских экзика. Один поношен, другой нет. Интересно, интересно. Так, ну что, я думаю, хватит. А столько надежд было на Новикова. А он взял и отморозился. Говорит, ничего и не умею. С такими костюмами работать. Кто еще? Э-э-э-эх. Ладно. Думаю, хватит. На тебе. Десять всего лишь. Да ты прикалываешься. Там на все двадцать я тебе надо таскал. Ладно. Итак, броня, броня, броня. Гашение удара, прочность, гашение удара. Электро. Не делает. Не делает. Количество контейнеров, контейнеров. Переносимый вес. Ну, начнем, наверное, с веса. И по контейнерам пройдемся. Пси-защита, пси-защита. Броня. Восстановление сил. Гашение. Броня. Еще броня. Все. Закончились детали. Ой. Что ж так? На тебе. Артефакты. А ну-ка. О, одиннадцать. Отлично. Итак, продолжаем. Что у нас тут? Прочность. Броня. Еще гашение удара. Электрозащита. Термозащита. Не делает. Остановление сил. Плюс шесть. Вес. Нинус десять. Прочность. Ну, вот и все. И смотрим теперь на эти параметры. Долговского экзоскелета, который всего лишь девять килограмм весит. И вояковских. Почему-то он тоже теперь весит девять килограмм. А был девятнадцать. И момент истины. Вот так вот. Вы видите, как все разнится. Хотя тут же у меня еще эти были артефакты. А ну-ка без артефактов. Да, все равно разница, я вам скажу. Смотрите. Вот. Радиация. Чуть побольше. Электрозащита чуть поменьше. Зато тут химозащита больше. Ну, в общем, вы поняли. Не знаю только, где вот эти вот еще дополнительные химозащиту, термозащиту сделать у кого. Может быть, кардан? Алгаш старый поможет. Давайте сгоняем к нему еще. Так, кардану я уже приперся прямо в этом костюме. С деталями у него тут все. Аж восемь деталей. И давайте узнаем, сможет ли он сделать. Нет, не может. Почему? Кстати, с расцветовским экзиком то же самое. Никто не может сделать вот эти вот два последних параметра. Но у долговцев параметры это такие же самые. Но их почему-то делают. Ладно. Если у вас есть какие-то идеи, подсказки, кто знает, как прокачать последних. Этих два параметра у вояковского экзика, пишите в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки, если понравилось, не понравилось. Поделитесь с друзьями, кому это будет интересно. Всего точных вывозок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok